МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Пожар в торговом доме строительных материалов. Развитие рыбного хозяйства области. Перспективы на будущее. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Владимир Башко оценил новую водно-спасательную станцию в Приозерске. В Караганде ночью загорелся торговый дом «Строймарт». Сообщение о пожаре поступило 28 июля в 1 час 47 минут ночи. В тушении были задействованы 30 единиц пожарной автотехники и 123 человек личного состава. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова в 1 час 56 минут. На момент его прибытия происходило горение открытым пламенем на площади 1500 квадратных метров. Кровли товарно-материальных ценностей. К месту пожара прибыли владельцы торговых площадей и продавцы. Но никого не допускали за ограждение. Мы сами не знаем эту ситуацию. Димустратцы спрашивают. Они не объясняли ничего. Ну все расстроены. Это же что? Это шутка что ли? Интересно. Ничего не известно. Они будут подпускать или нет? Не знаю. Стоим тоже ждем. В огне сгорели строительные материалы и другие товарно-материальные ценности. Благодаря действиям пожарных огонь не распространился на большую площадь. Около 3 часов понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар. Он был полностью потушен в 4.45 утра. Площадь пожара на момент ликвидации составила 1500 квадратных метров, а общая площадь строения – 17500 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 30 единиц пожарной автотехники и 123 человека личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям. Все это время администрация, продавцы и собственники молча переживали и ждали, когда их допустят к товарам, чтобы узнать, какой материальный ущерб нанесен их бизнесу. Пожару присвоена самая высокая четвертая степень опасности. В данное время дознавателями и испытательной пожарной лабораторией устанавливаются причины пожара и ущерб. Сергей Высокосов, Нурсултан Истаев, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Новая водно-спасательная станция открыта в Карагандинской области в городе Приозерске. По мнению специалистов, такой станции по оснащенности в Казахстане еще не было. С момента закладки и до открытия прошел один год и три дня. Водно-спасательная станция построена в рамках программы социально-экономического развития моногородов в Республике Казахстан. Ей признана стать центром всех спасательных подразделений в данном регионе Карагандинской области. 26 июля состоялось торжественное открытие станции. Для участия в этом событии в Приозерске прибыл министр по чрезвычайным ситуациям страны Владимир Башко и заместитель Акима Карагандинской области Сабржан Идрисов. Вдвойне важнее то, что этот проект реализуется в городе, который стоит на берегу нашего самого крупного озера, озера Балхаш, города, где развивается инфраструктура отдыха. Приозерск расположен на значительном удалении от областного центра 540 километров. С учетом протяженности озера Балхаш возникла необходимость строительства водно-спасательной станции для обеспечения постоянной готовности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. На берегу озера расположены рыболовецкие организации. Большое количество зон отдыха, кроме того, Балхаш является излюбленным местом рыболовов-любителей. Данный объект здесь неспроста, потому что береговая часть, восточная береговая часть, курортная зона. Видите строение. Каждое лето, скажем, каждый сезон вырастает новая зона отдыха. Здесь очень много техники. В дальнейшем будем еще приобретать технику. Возможно, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о учебно-методическом центре. Данная станция оснащена быстроходными спасательными катерами, новейшими образцами водолазного и водно-спасательного оборудования, снаряжением и в том числе барокамерой, позволяющей проводить медико-революционные мероприятия спасателей после проведения водолазных работ на больших глубинах без угрозы для их здоровья. Давай сделаем учебно-методический центр, выделим сюда республиканский, с кем с водолазами не разговаривай. Они говорят, что негде у нас учиться и негде выдавать. Понятно, что его надо сертифицировать, понятно, что здесь надо добавить штаты, понятно, разработать документацию, но это сделать надо. А станция будет использоваться как учебно-тренировочная база для водолазов-спасателей МЧС Республики Казахстан. Водно-спасательная станция оснащена компрессорной, гаражным блоком, смотровой вышкой, эллингом для хранения и обслуживания плавсредств, с липом, котельной, подземной насосной, классами, медпунктом даже есть актовый зал. Общая площадь здания составляет 520 квадратных метров. Я сегодня испытываю большое чувство радости, потому что вот такое солидное здание, здание водно-спасательной службы, мы за весь период суверенитета запускаем впервые. Наверное, это здорово, что страна может себе позволить возводить такие здания, направленные на обеспечение безопасности нашего населения. А также в рамках рабочего визита министр ПЧС Республики Казахстан Владимир Башко посетил пожарную часть номер 47, школу искусств, спорта, ознакомился с работой котельной номер 1 Приозерска и с ходом строительства санаторного комплекса на побережье озера Балхаш. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Полнее использовать потенциал развития рыбного хозяйства в Карагандинской области. Это стало предметом обсуждения на аппаратном совещании, прошедшем под председательством Акима области Нурмуханбета Абдивекова. В регионе в целях введения рыбного хозяйства используются 36 озер и более 80 искусственных водоемов. Большинство озер расположено в бассейне рек Нура и Каркаралинка. В настоящее время их теофауна представлена 32 видами рыб. Но несмотря на видовое разнообразие, промыслом в основном осваиваются 4 вида рыб. Карп, сазан, судак, лесь и карась. Одним из основных направлений развития рыбного хозяйства является создание условий для естественного и искусственного водопроизводства рыбных ресурсов. Пользователями рыбохозяйственных водоемов за счет собственных средств ежегодно проводятся мероприятия по зарыбливанию закрепленных за ними водоемов. В частности, это крестьянские хозяйства Орлан, Осель, ИП, Тайтулеов и другие. Благодаря этим хозяйствам ИТО «Карагандинский рыбопитомник» в области практически решена проблема с рыбопосадочным материалом карпа. Пользователи водоемов взяли на себя обязательства в течение 10 лет вкладывать собственные средства на цели охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, научные исследования и укрепления материально-технической базы. Ежегодно на все эти мероприятия ими затрачивается свыше 50 миллионов тенге. Как отмечалось на аппаратном совещании, актуальным для области является постепенный переход к культурным формам ведения рыбного хозяйства. В этой связи необходимо всесторонне развивать и поддерживать организацию прудовых хозяйств с целью замкнутого и безотходного цикла от инкубирования икры до производства товарной рыбы и поставки продукции на рынок. Однако основной проблемой является отсутствие льготного субсидирования хозяйств на приобретение оборудования. Кроме того, акиматы районов недостаточно участвуют в мероприятиях по зарыбливанию и недопущению замора рыб в зимнее время. Давайте всем соответствующим руководителям хотелось бы сегодня поручить продолжить работу в этом направлении, в том числе и по составу материально-технического обеспечения, вопросы зарубления, вопросы противозаморных мероприятий и держать на контроле. Аким власти отметил, что в регионе наблюдается положительная динамика развития отрасли рыбного хозяйства. Но имеющийся потенциал используется не полностью и необходимо активизировать эту работу совместно с акимами городов, районов, подключить нужные ресурсы. Сергей Высокозов, Никита Миткин, 1-й, Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей, монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль Стандартная система Профиль Galvin Профиль Galvin 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный К другим новостям Мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамазан и встретили праздник Айт Сегодня первый день одного из самых значимых мусульманских праздников В 7 часов утра во всех мечетях Караганды читали Айт-Намаз, предназначенный именно к этому празднику Ораза Айт начинается после священного месяца Рамазан В первый день мусульманского праздника в мечетях читается Айт-Намаз Люди накрывают богатых дастархан, поздравляют друг друга, дарят подарки Также в этот особенный день все мусульмане прощают друг другу старые обиды Помогают малообеспеченным семьям, посещают детские дома и оказывают материальную помощь Посещать инвалидов, посещать малоимущих и помогать им материально, то есть дарить подарки материально и поощрять, а также их благословлять и не оставлять их одних В этом году этот праздник проводится несколько по-другому В этот раз для всех прихожан устроили настоящий праздник спорта В состязаниях, которые были организованы в честь духовного праздника, активно участвовала молодежь города Соревнования проходили по разным национальным видам спорта Обладателям второго и третьего места были вручены памятные сувениры, ну а за первое место присудили священную книгу Коран Главный имам Карагандинской городской мечети номер один Орманбет Кунанбаев говорит, что значение этого великого праздника особенное Хочу поздравить всех мусульман с одним из важнейших мусульманских праздников Айт Месяц Рамазан позади, и вот теперь наступил долгожданный праздник Пусть Аллах не спошлет нам мирное небо и счастливую жизнь Пусть Аллах не спошлет нам мирное небо и счастливую жизнь Религиозный терроризм и экстремизм бич современного мира В их сети попадаются не только неопытные молодежь, но и убеленные сединами люди Обученные пропагандисты не хуже профессиональных психологов завладевают умами и душами верующих Тому огромное количество примеров Управление по делам религии Карагандинской области совместно с общественным объединением Нурлабелем Центром помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений Проведен областной семинар по вопросам реализации государственной программы По противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы Программа семинара основана на анализе особенностей осуществления деятельности по профилактике религиозного экстремизма и терроризма И учитывает мнения и рекомендации экспертов и ученых разных стран Наша цель это в первую очередь проводить как больше встреч с населением, с организациями, с учебными заведениями Чтобы привлекать к религиозной грамотности И еще одна цель, чтобы не допустить в нашей республике, в Казахстане Такие явления, которые сейчас происходят за рубежом в арабских странах Участники семинара отметили, что принятие программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом Решение своевременное и абсолютно необходимое Основной упор должен делаться именно на профилактической работе среди широкого круга населения Такая работа должна быть четко скоординирована между государственными органами, религиозными и общественными организациями Алена Соленко, Сергей Высокосов, Турзултан Исаев, Бакия Роспанов, Первый, Карагандинский Карагандинский филиал жилищно-строительного сберегательного банка отмечает свое 11-летие За это время банк прошел все этапы формирования и становления Сегодня это уже динамично развивающийся, идущий в ногу со временем банк В честь этого события устроили общий праздник для клиентов и сотрудников самой серьезной жилищной копилки Караганды Система жилищных строительных сбережений является новой системой кредитования по улучшению жилищных условий населения в Казахстане Казахстан – первая страна на территории СНГ, где начата реализация принципов и условий данной системы Предназначенной в первую очередь для населения со средним и ниже средним водоходами Банк – грандиозные планы Мы являемся операторами государственной программы «Доступное жилье-2020» Активно участвуем по кредитованию населения Плюс у банка есть собственные программы, которые динамично развиваются, очень интересны и пользуются спросом населения Только по Караганде клиентами жилстрой Сбербанка является свыше 30 тысяч человек Работники банка находят подход к каждому клиенту Благодаря участию в государственных программах, а также собственной политике банк может оказывать поддержку всем слоям населения С 2003 года работает наш банк в Казахстане С 2005 года банк работает на рынке Караганинской области Сегодня отмечаем 11-летие нашего банка В честь этого организован в праздничном мероприятии Концертная программа, а также выдача сувенировых призов для нас в плаче Начало внедрения в систему жилищных строительных забережений в стране Положил закон Республики Казахстан о жилищных строительных забережениях в Республике Казахстан От 7 декабря 2000 года в целях совершенствования и повышения эффективности долгосрочного финансирования жилищного строительства Было создано акционерное общество Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана 11 лет его карагандинский филиал не подводит клиентов В завершении выпуска еще об одном Одна из проблем многих городов это бездомные животные Для них нет приютов Благо, что есть волонтеры, которые не остаются равнодушными к бедным созданиям Они устраивают подобные выставки и раздают животных В этот раз усилия соединили общественная организация «Верный друг» и Карагандинский областной экологический музей Что может быть лучше, чем приютить бездомное животное? Именно по таким девизам проводится сегодняшняя выставка Общественная организация «Верный друг» совместно с руководителями экомузея в четвертый раз проводит выставку В Караганде, гуляя по городу, невозможно не встретить бездомных животных Люди выбрасывают их на улицу, не думая о дальнейшей их судьбе Волонтеры Караганды и Тимиртау никогда не проходят мимо них Из-за того, что в городе нет приютов для животных, они вынуждены забирать их к себе домой Набровольцы лечат животных, приводят их в порядок Бывают случаи, что животное одичает и не поддается приручению Волонтеры работают с ними, своей заботой и любовью они из дикого зверя делают ласковые домашних питомцев После того, как находится хозяин для животного, волонтеры заполняют анкету владельцев, чтобы отслеживать судьбу питомца Сегодня наша четвертая ярмарка проводится На первых трех ярмарках мы пристроили 59 животных Это были якосята и взрослые коты и кошки Сегодня у нас животных очень много, мы их даже не считали К сожалению, погодные условия сегодня нас немножко подвели, мало народу из-за дождя Галина Савовна всегда забирала бездомных животных домой Люди это заметили и стали часто подбрасывать к ней во двор щенят и котят Она их лечит, ухаживает за ними и отдает в добрые руки Но таких добрых людей, к сожалению, очень мало В этом случае нужна помощь государству О выставке кошек я узнала о девочках с общицей защиты животных Я сама очень люблю животных и никогда не прохожу мимо И мне 4 месяца назад были подброшены два маленьких котенка Сейчас они подросли, котик кастрированный в сиамик и девочка 4 месяца Им очень нужны хорошие руки Я благодарна людям, которые организовали эту выставку Потому что очень много бездомных животных На выставке они приобретают новых хозяев В Древнем Египте кошки считались воплощением богини плодородия И почитались как священное животное Наказанием за убийство кошки служила смертная казнь Существует много статуэток и изображений кошек этого периода Часто кошки мумифицировались тем же способом, что и люди В 19 веке около храма богини Баст было обнаружено самое большое захоронение Около 19 тонн кошачьих мумий Кошки были настолько популярны в Древнем Египте Что в мумиях их формы хоронили других животных В наше время не ценят этих замечательных созданий Кошки, как и остальные животные, друзья человека Но из-за бессердечия человека вынуждены быть жителями улиц На этом наш выпуск завершен Спасибо, что были с нами Если у вас есть интересная информация Звоните нам по телефону 420649 Аман Сау Балумсдар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!